атакула помогает свисток сильно помогает здравствуйте это передача 77 чудес света это египет в котором мы сняли много программ и это египет который к сожалению становится дороже но не становится лучше египет мы снимаем с начала 90-х и тогда это была совсем другая страна краунская деревня с документальной точностью передает быт древних египтян вот так они жили и работали приблизительно три с половиной тысячи лет назад пошли обслуживание было много лучше стоя на поездку втрое дешевле а каждый турист ценился на вес золота у отеля стояли полицейские отгоняли попрошай которые сегодня спокойно бродят по отельским пляжам как-то мы поехали снимать долину царей луксоре и сопровождающий переодетый бедуи на секьюрити разбудил нас пять утра объяснить что белый человек может находиться там только утром потом слишком жарко и можно упасть в обморок а это плохо для туризма теперь экскурсии проходят любое время когда это выгодно организаторам однажды на отельский пляж заплыла безобидная манта это было страшное чп после чего море отгородили сеткой и поставили вперед смотрящих белых рубашках а еще в отелях были потрясающие аниматоры теперь этого нет отеля перешли на систему все включено путевки стали дороже кормить стали хуже зато местный алкоголь в изобилии и если принять его прямо с утра жизнь видится в радужном свете не на высоте стала и безопасность на пирамидах гизи бедуины откровенно вымогают деньги в отелях процветает воровство а за пляжами вообще никто не следит все только зарабатывают деньги на второй день после нашего приезда произошел ужасный случай в хургане акул напал на молодого человека со смертельным исходом затем акулу поймали на местные сми как-то сомневаются что это та самая акула после чего зачем-то закрыли пляжи как можно закрывать пляжи когда в египет 10 миллионов туристов приезжает каждый год чтобы купаться в море а вовсе не для того чтобы покупать какую-то ерунду что же говорят эксперты способов спать защитить туристов атаку несколько во первых это сетки во вторых это утрозвуковые излучатели очень дорогие есть и всякие другие средства но как выяснилось есть огромное количество природоохранных организаций которые получают какие-то неописуемые деньги за защиту фауны красного моря и если допустим вот установят отели сетки и не дай бог туда попадет несчастная черепаха то шум поднимется гранты сократятся и в общем это чревато неприятностями то же самое это касается ультразвуковых излучателей но судя по местным сми вот эту акулу видели и до этого на разных пляж конечно нужно сажать людей которые будут за этим следить возможно с вертолета возможно с катеров и вода хотя вообще-то всевозможные сонары эхолоты рыбоискатели и другие приборы используются давным давно но видимо в других широтах зато после июньской трагедии в хургаде власти египта заявили что приступают к установке на акул датчиков чтобы наблюдать за ними с помощью спутников то есть сначала всех акул чипируют а затем будут внимательно следить за ними из космоса по данным сильно защищающие акулы экологической организации вайлд эйд в мировом океане на сегодня осталось вы не поверите 500 миллионов акул если в красном море плавает один процент от мирового поголовья то это целых 5 миллионов не думаю что египетского правительства найдется столько чипов и спутников кстати хургаденскую акулу перед нападением видели местные охранники и никаких мер не приняли и акулу которая в прошлом году убила двух туристок сафаги ведь тоже видели раньше так что боюсь что поголовная чипизация акул тут не поможет вообще о нападениях акул курортные власти обычно помалкивают или сильно занижают цифры мол всего несколько случаев в год а вот согласно международному досье о нападениях акул который публикует shark tracker в двадцатом году во всем мире было зарегистрировано 128 подтвержденных не спровоцированных нападение акул в результате которых погибло 30 человек в шарм-эль-шильхе не закрыли пляжи но посадили людей которые слистят 300 которые хотя бы там на 10 сантиметров заплываются буйки но акула она не понимает понятие буйки ведь вот она прошлой неделе внутри буйков акула не понимает что вот сюда и можно еще на нельзя это плевать то есть пошли по очень простому пути который никаких результатов это то же самое что повесить там табличку а в полом вход распрещен атаку помогает свисток а ребят сильно помогает атаку на секрет комары да вот туда надо смотреть где акулы плавают они сюда в общем по сути дела не делается ничего если учесть что каждый год на побережье красного моря в египет приезжает порядка 10 миллионов туристов ну одного двух сезон сожрут ну и ладно к слову приблизительно такой логике придерживаются и многочисленные защитники акул которые обожают давать идиотские советы вроде того что нападающую на вас акулу нужно ткнуть чем-то в глаз или что-то такое а еще не очень любит и за иску статистику что мол количество погибших атаку людей несравнимо жертвами автоаварий укусов змей тому подобное а меж тем после нападения акулы в хургаде купаться стало просто страшно что понятно акула это не автомобиль 20 века это юрасик парк наяву это кошмарный монстр эпохи динозавров вызывающий просто первобытный ужас на генетическом уровне и поделать этим ничего нельзя потому что это чудовище может появиться из синей бездны боевой момент но зато я тоже знаю способ борьбы с акулами если бы власти египта были бы обязаны выплачивать за каждое нападение скажем по миллиону долларов а еще лучше по 10 вот тогда думаю у пляжных спасателей появилось бы оборудование по современней копеечного свистка море море по-прежнему теплое прекрасное но вот путешествие россиянину на красное море очень усложнилось особенно для москвичей прошлом году в это же время мы здесь были и застрялись здесь на неделю самолеты не летали в этом году мы должны были вылететь совершенно безобразные компании red wings красные крылья и самолет проехал буквально 10 метров и сломался и поскольку запчастей нет то пришлось значит ждать когда пригонят следующий такой же боинг 777 это 500 человек из турции я думаю что проблема будет решена в ближайшее время надеюсь на ваше понимание если учесть семичасовую задержку рейса которые туркомпанию сан-эн-фан вообще не заинтересовала на вот то получается 14 часов полет это не каждый готов вот такую большую цену платить то есть путешествие египет особенно с учетом еще раку становится совершенно экстремальным удовольствием который не каждый выдержит ну вот и все чудеса на сегодня надеемся что наши советы будут вам полезны масса лама до новых встреч в эфире